Виталий Волков Десногорцы возмущены началом работ под новую постройку во дворе их дома Ну была бы просто бумага, как бы собирали, ну как бы мнения какие-то, тогда не было никакого бюллетеня, никакого плана застройки, ничего этого не было 5 сентября в деревне Козловка прошел региональный конкурс «Лучший пахарь Смоленской области-2020» О мероприятии, организованном при поддержке администрации региона, далее в сюжете День пахаря – это традиционное состязание, которое проводится среди лучших механизаторов области Конкурс проходит в два этапа Сначала проверка теоретических знаний, а затем механизаторы выполняют практические задания, среди которых фигурное вождение сельхозмашины и вспашка земельного участка Пахать надо учиться уметь, и не тот пахарь, который пашет, а тот пахарь, который своей пахотой любуется Отбор проходил по трем номинациям. Участниками соревнований стали 48 человек Все они – представители ведущих сельскохозяйственных организаций региона, а также студенты профильных образовательных учреждений В числе основных целей конкурса – внедрение в производство новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур и популяризация профессии механизатора На сегодняшний день механизатор – это самая, наверное, востребованная профессия на селе Любое предприятие, фермер, инвестор, агрохолдинг – он начинает в первую очередь с обработки земли И, соответственно, первый человек, который ему необходим – это механизатор В мероприятии принял участие губернатор Смоленской области Алексей Островский На конкурсной площадке он ознакомился с образцами сельскохозяйственной техники и оборудования Машины произведены профильными компаниями из Москвы, Смоленской, Калужской, Воронежской областей и Республики Беларусь В своем выступлении Алексей Островский отметил большой вклад аграрии в социально-экономическое развитие региона Губернатор выразил благодарность руководителям и коллективам хозяйств Всех вас благодарю за то трудолюбие, которое вижу на протяжении всей своей работы Благодарю за те результаты, которые в области достигаются в последние годы в сфере сельского хозяйства Для гостей и участников соревнований выступили творческие коллективы Ростовского района Завершилось мероприятие торжественной церемонии награждения победителей конкурса К жителям второго микрорайона незаметно подкралась стройка Так считают жильцы дома номер 3 Десногорцы возмущены, что без их согласия и разрешительных документов во дворе начали возводить магазин Застройщик, в свою очередь, уверяет, что имеет все необходимые документы, разрешающие строительство В запутанной истории разбиралась наша съемочная группа Некогда тихий двор дома номер 3 второго микрорайона стал настоящим полем боя между жителями дома и застройщиком Ясногорцы недовольны началом работ по возведению магазина на придомовой территории В соответствии с статьей 36 ЖК РФ Собственникам жилых помещений многоквартирного дома принадлежит общее имущество данного многоквартирного дома В том числе земельный участок, на котором расположен вышеуказанный жилой дом Со всей его инфраструктурой, озеленением, благоустройством Решения по использованию общего имущества принимаются большинством собственников помещений путем проведения общего собрания Решение должно быть принято большинством собственников данного жилого дома Если такое собрание не было проведено, либо проведено с нарушением, то решение не считается легитимным Сам заказчик работ уверяет, все законно Собрание было проведено, но в заочной форме Застройщик говорит, что свое согласие на строительство объекта дали более половины жителей дома Однако сейчас некоторые жильцов признаются, что поставили свои подписи по ошибке, не разобравшись с ситуацией По закону здания могут возводиться лишь на основании разрешительной документации Ее выдают по письменному обращению владельца земельного участка в отдел градостроительного контроля администрации города Представители власти таких документов на застройку обсуждаемого участка не выдавали Все попытки нарушить принятые правила благоустройства влекут за собой административное правонарушение и привлечение к ответственности В соответствии с СанПИНом на придомовой территории многоквартирного жилого дома запрещается размещение торговых и каких-либо иных объектов Пока противостояние жильцов и застройщика продолжается, администрации города уже поданы исковое заявление в суд Очередное рассмотрение дела назначено на 28 сентября Хотелось бы обратиться к собственникам многоквартирных домов, к собственникам помещений, так вернее Чтобы они перед тем, как вставить где-либо свою подпись, они внимательно изучали представляемые документы Если это планы, картинки, какие-то схемы размещения, чтобы они все смотрели, чтобы видели визуально, представляли, где что им предлагают разместить Они просто на словах верили, подписывали и потом получалось, как сейчас Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ А теперь коротко о погоде 10 сентября в Десногорске ожидается дождь, днем плюс 18, ночью плюс 9 На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами был Виталий Волков, увидимся!